Привет дорогие друзья! Это видео должно было выйти еще вчера, но потом случилось то, что случилось, а именно подозрение маме Ольги Шари. И вы знаете, что они практически ночью поставили релиз на СБУ, понимая, что что-то пошло не так. Наверное, понимая, что перебор. В релизе они соврали, но смотрите, служба возглавляемая наркоманом в государстве, которое возглавляет наркоман. Ну как может быть иначе? У меня другой вопрос к этим средствам массовой информации. Ну как можно себя не уважать? Вам же даже деньги за это не платят, реально. Чтобы нести вот эту чушь, просто тупо перепечатывая, даже не пытаясь выйти на нас, для того, чтобы узнать, что ее мама никогда в жизни не была руководителем партии Шария. Никогда в жизни ее близко не было при перерегистрации партии. То, что они пишут. Перерегистрация, а не перепродажа. При перепродаже подделка документов. Партия была перерегистрирована точно так, как слуга народа. А они пишут, что это чуть ли не преступление. А зачем подделывать документы, когда ты что-то продаешь? Это твари настоящие. Насколько надо себя не уважать? Вот этим СМИ, прессе этой. Когда они просто берут и ставят. Вот им отправили темник один на всех. Там же темник был. Они не просто процитировали заявление, это лживое, тупейшее заявление СБУ. Они по темнику все пошли. Одно и то же. Вам денег за это даже не платят офис президента. Шашлыками с рук покормят. Нельзя же быть такими мразями. На ваших плечах все время выезжают хуже и хуже мрази в этом государстве. Как же можно таким быть? Я думаю, что прилетела маме, скорее всего. Видно было, что, может у них и была эта заготовка, но здесь они как-то быстро решили действовать. Очень по-тупому. Потому что натянута сова на глобус. Она не имела отношения вообще к тому, что там написано. Но, скорее всего, прилетела вот за это. Потому что папа Зеленского, а это оказался реально папа Зеленского, постит сторисы. Шарий наглый трус и лжец. Докатился хамит, огрызается со взрослым человеком и так далее. Ну, я не знаю. Была такая заготовка по поводу труса Шария, который почему-то не хочет вернуться в Украину. Ну, да. Но сейчас это еще актуально или что? Или те, кто юзает его страницу. Вообще, насколько адекватно вообще использовать вот этого дедушку в этом движении вообще, а? Смотрим дальше. Это уже сегодня. Шарий, ты бесстыжий, только и можешь тявкать в интернете. Ну, да, там, короче, и все дела. Ты провокатор, которого надо убрать за решетку. Ну, смотрите. Когда-то дедушка сказал, что рейтинг Зеленского падает из-за каналов Медведчевка. Каналы перекрыли. Тут, говорит, надо убрать за решетку. А ручки короткие. Ручки короткие, реально. И по поводу труса. Там, я слышал вот это. Ну, я думаю, что не запугают они резидента. Это очень решительный, очень порядочный, правильный человек. Порядочный, правильный, решительный, смелый, не запугают. И сам он там хрюкает регулярно. Я смелый и так далее. Внезапно смелый усилил кортеж. Полиция перешла на особый режим работы. Особый режим работы. Полиция должна работать теперь там супер-пупер усиленно. Что такое? Сыранул немножечко? Да? Ну, я думаю, только начало на самом деле. Мне так кажется просто. Потому что дальше осень. И полиция что же иногда может развернуться и пойти против тебя? Так, вот в этом ролике, да, насколько, насколько вообще, там, насколько потрясло меня то, что произошло. Ну, конечно, такие вещи потрясают, однозначно. Однозначно, это абсолютно неадекват. Так, никто не борется с своими оппонентами. Такого делать нельзя. Но, сейчас я вам продемонстрирую, потому что именно вот при записи этого ролика, я об этом узнал, мне пришло сообщение от Ольги. Я здесь вставлю этот кусочек специально. Смотрите, фишка в чем. Почему он вот такой исполняет, да? Его никто нигде не уважает. Его никто нигде не уважает. Он приезжает в Штаты, им там жопу вытирают. Он вообще никто, ничтожество. И поэтому он вот самоутверждается вот на таких вещах. Берет, зовет своего Баканова-наркомана и говорит, вперед, вон так вот мы будем. Вот это все, что он может, пока что. Привет, дорогие друзья. Вам часто рассказывают про пропаганду. Но часто рассказывают пропаганда там, у них. А у нас пропаганды нет. Сейчас вам покажу, как у нас нет пропаганды, причем на канале, который существует, ну это лучше всего, за ваши деньги. То есть, если бы Зеленский построил свой телеканал, где его хвалили бы постоянно, или если бы на канале хозяина Зеленского, Коломойского, постоянно хвалили бы Зеленского, это я бы понял. Но за народные деньги... Речь президента продолжалась чуть дольше 20 минут, но за это время он успел затронуть наиболее актуальные вопросы. Причем, что лидеры стран высказывались про Крым, несмотря на то, что ООН не прислала своих представителей, но все высказывались про Крым. Вопреки тому, что руководство ООН не принимало участие в саммите Крымской платформы, они много говорили в стенах самой штаб-квартиры организации. Лидеры стран, поддержавших инициативу Украины, в очередной раз напомнили, чей Крым? Причем, что звучали, это вот только было слышно. Крым, Крым, Крым. Ну и в подтверждение они, собственно, показывают, кто звучал. Мы не можем забыть оккупированный Крымский полуостров и ситуацию в Восточной Украине. Вы поняли. Смотрите, могло показаться, что Зеленский как бы оскорблял ООН. И это могло показаться практически всем политикам, которые следили за выступлением Владимира Александровича. На самом деле он оскорблял страны, которые входят в ООН. В целом могло показаться, что Зеленский критикует ООН. Но президент сделал акцент, что критика звучит скорее в адрес лидеров стран, членов ООН, которые могли бы проявить больше смелости ради соблюдения справедливого мира. Я должен заметить, что я сказал оскорбляет, а это критика была. И он просто покритиковал те страны, которые входят в ООН. Но недостаточно делают. Конечно, он имеет на это право, потому что он директор мира. И впечатление зрителей также мы не забудем, друзья, потому что вы комментировали все то, что произносил наш президент из-за трибуны Генассамблеи ООН. И вот несколько сообщений, которые под нашей прямой трансляцией появились. Интересненько. А что там за сообщение? Наверное, сообщение «Зеленский совсем снюхался». Ну, это такое глупое. Зеленский и его банда лучше бы рассказали, как они закрывают средства массовой информации в Украине. А не ехали бы на такую площадку ООН и не рассказывали бы о том, как в Крыму кого-то задерживают, как они на подконтрольной. Нет. Наталья, наша зрительница, написала «Молодец, великолепное выступление, в нем все и гореч, и достоинство». Отлично надавал пощечин международному сообществу. Боль и искренность. Пощечины международному сообществу, Владимир Александрович. Ведете себя, как король мира. И так и надо. А так и надо. Вы знаете, во дворе девочка была. Ну, такая. Ну, знаете, вот из тех, на кого, мягко говоря, не обращают внимания. Но она была, вот она носила себя всегда. Вот я помню, вот как сейчас, носила так. Шли и в такой запах, но она вот умела себя держать. Вот такое сообщение, и еще одно коротко зачитаю. Мама Мила пишет нам. Зеленский – наикращий президент за всю незалежность Украины, президент миру, дружбы, правды. Ой, слава Украине, слава Украине, слава Украине. На самом деле такие сообщения писали Порошенко. Ну, теперь Зеленскому. Ой, хорошо. Благодарю вас за такие сообщения. И далее к анализу этой речи и высказываний нашего президента. Валентин. А что там анализировать? По-моему, это прекрасная была речь. Ну, в принципе, они все исходятся на том, что это прекрасная речь, потому что это пропаганда самого низкого пошиба. Ну, нерядовое, непривычное. Привычное, последнее время, да, из-за трибуны Генассамблеи ООН вот такое выступление. А я же говорю, он косит под Путина, ему очень хочется походить на агрессора. Ему очень хочется, чтобы он, вот эта вот речь была, как типа мюнхенская речь Путина, чтобы все о ней говорили, но они говорят только его же пропагандисты, собственно. Это как Олегу Сенцову хотелось, чтобы его фильм «Носорог» показывали во всех кинотеатрах мира, а за него даже в Украине проголосовало один человек из двенадцати. Ну, вот это типа в дальний лист поставить его на Оскара. И вот такая речь от лидера государства. Вы когда это все прослушали, да, либо какие-то самые яркие, самые важные моменты, вас на что это натолкнуло? Ну, по-моему, понятно, на что это могло только натолкнуть. И мы со всей прямотой можем сказать, что это не рядовое выступление. Со всей прямотой скажу вам, вы прекрасны. И знаете, вот не побоюсь этого сказать, вы просто гений. Но это первый раз, когда президент Украины участвует в Генеральной Ассамблее, имея за своей спиной мощную консолидированную поддержку 46 лидеров государств, которые... Это про Крымскую платформу сейчас, наверное, он расскажет, да? На Крымскую платформу. Ну, вы можете погуглить, сколько там было на самом деле лидеров государств. Ну, 46, так 46, как говорится. Поучаствовали накануне этого в инаугурационном первом заседании, которое запустило новый мощный формат Крымская платформа. Ну, как говорится, ни дня без брехни на украинском-то канале. Этот формат дал нашему президенту всю возможность выступать с лидерских позиций. Как король мира. Приезжают туда, а там все ждут не выступления Байдена, даже Эрдогана там какого-то, а Зеленского. Зеленского. Причем из уважения они даже не пришли в зал, можно так сказать. Передали большая работа. А в чем вот ценность этих высказываний, этой речи из-за трибуны Генассамблеи? Потому что была волна критики. Вспомните, наш президент с делегацией, да, во главе ее ездил на встречу с лидером Соединенных Штатов Америки. Ну, это глупцы критикуют. Во-первых. Во-вторых, во-вторых, может быть, это российские боты только критикуют. Настоящий украинец не может покритиковать этого. Критика вообще должна быть отменена, мне кажется, в Украине. Выступление президента и участие президента в сегменте высокого уровня – это дорога в каз, как кажуть украинскую мову. Это указание нам и целенаведение. Можно сказать, он нам путь озарил. Зеленский своим выступлением озарил нам путь. Мы с Ирой блуждали в путьмах, а теперь он показал перстом с твоим, вельможным. Вон туда, идите туда. И мы пошли. Вот из нетривиальности, что разъяснял президент после этого выступления, когда он говорил, ну и в целом лозунг этой генассамблеи – пора проснуться. И Владимир Зеленский говорил, что мы-то и не засыпали. Мы-то и не засыпали, в общем-то, но пора разбудить вот этих вот бросших жира, можно сказать, этих всех лидеров, так называемых лидеров. И он говорил с ними, как с позиции лидера. Человека, который, в принципе, установит им будильник, чтобы они проснулись. Организация, которая должна была бы отвечать за безопасность, за территориальную целостность, за какой-то диалог между государствами. Да, сейчас немного от этого отстранилась, и единственное, чем занимается, только разговорами. К сожалению, каких действий нам возможно ждать? Тогда интересно Захарова сказала, что, в принципе, Зеленский говорил, как человек, который понятия не имеет, чем вообще занимается ООН. Сколько ООН миссий по всему миру? Сколько ООН делает реально по всему миру? А ему кажется, а, они тут только разговаривают. Ага. Ну и это повторяется, это перекочевало на его канал. Я думаю, что президент Украины абсолютно прав в своих оценках. Ну вот и все. Потом включают человека, ну, он раньше был когда-то журналистом. Я не знаю, за сколько денег можно вот это вот нести. Похоже на то, что именно Украина, именно Украина и именно из Киева мы заводим будильник, который должен пробудить весь мир, в общем-то. Вот спячки и организации объединенных наций. Ну, допустим, ну и вот здесь на этом моменте приходит, собственно, сообщение от Оли, что маме предъявили подозрение. Конечно, такие вещи потрясают. Конечно, они выбивают вообще почву из-под ног. А потом я взял и продолжил записывать ролик, не отрываясь, не прерывая записи. Ну, допустим... Вы знаете, такое тепличное говно, как Зеленский, никогда не выдержит против реальной оппозиции. Настоящей, закаленной оппозиции. Он еще только в начале своего пути. Именно мы, именно Украина пробудит организацию объединенных наций. Вы представляете, а? А? Да каково? Сегодня лидерская роль у Украины во многих процессах, не только в нашем регионе, в Восточной Европе, но это касается в целом и Центральной Европы, и в каком-то смысле всего западного мира. Всей вселенной мироздания. Зеленский, он озарил путь всему мирозданию. Весь мир трясет, и весь мир сотрясается от кризисов, катаклизм, от нестабильности. И ясное дело, что вот в таких условиях, встряски и трясения постоянного кризиса, необходимо искать островки стабильности. Неужели таким островком стабильности может стать Украина? Ну, заточный куточек. Вот Украина предлагает сегодня пути для обретения новой стабильности, новых, каких-то новых возможностей, чтобы ситуация на нашей планете была более прогнозируемая и управляемая. Ситуация, чтобы была управляемая, это Украина предлагает шаги. А можно сделать ситуацию более управляемой в Киеве, к примеру? Ну, и там в городах Украины. Или лучше с мира сразу начать. Существует много процессов, где участвует сегодня Украина. Вот, например, это вовлечение Соединенных Штатов в формат нормандских переговоров. Украина участвует в процессе вовлечения в тему Украины, Соединенных Штатов. И еще в одном процессе участвует, тоже в денежном. Я сказал накануне нашего с вами включения, что Киев начал диалог с Конгрессом и администрацией США о необходимости увеличения общей суммы поддержки, которую Штаты оказывают Украине. Тоже, вот еще в одном процессе. В процессе получения денег от Штатов очередном. Таких тяжеловесных партнеров, которые привлекла Украина на свою сторону, вряд ли кто-то в мире смог бы привлечь. Вы прошли курс молодого пропагандиста. В принципе, у меня, наверное, на этом все. Директор мира съездил в ООН и его СМИ показывают это со всем присущим им неадекватом. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok